Здравствуйте! В эфире «Импульс Севера» в студии Милана Федорова. И мы начинаем обзор главных событий. Губернатор Ямала пригласил Владимира Путина на юбилей нового Уренгоя. Дмитрий Артихов выступил на встрече президента с победителями конкурса «Лидеры России». Мероприятие состоялось в Кремле. Глава нашего региона участвовал в первом конкурсе и прошел все этапы отбора. Дмитрий Артихов подчеркнул, конкурс – большой ресурс по выявлению талантливой и амбициозной молодежи, готовой решать задачи, которые ставит государство. На Ямале за пять лет порядка 30 участников конкурса заняли руководящие посты в органы государственной и муниципальной власти. В регионе создано сильное сообщество и видны результаты их работы. Как показала практика, даже переезд на работу в Арктику настоящих лидеров не пугает. Я часто задаю ребятам вопрос, вы готовы ехать на крайний север? И знаете, порой, когда такой вопрос задаешь людям в других местах, часто слышишь ответ «нет», может быть, где-то предрассудки, некомфортная жизнь, не готовы. Вот все, с кем я не встречался, лидеры России, говорят, готовы. Приезжайте к нам на Колумбу, нет лучевых к нам. Ну, видимо, оно еще живет, но на самом деле уже все гораздо лучше. И все ребята, с кем я встречался, говорили, мы готовы. И мне кажется, для страны, учитывая наши задачи по развитию Арктической зоны, по развитию Дальнего Востока, то, что конкурс позволяет находить ребят готовых на это, это большой ресурс развития для всех нас. Ямал всегда развивался лидерами, отметил Дмитрий Артюхов. Еще совсем недавно тут была практически голая тундра. Прошло несколько десятилетий, и на вечной мерзлоте построен самый мощный в мире нефтегазодобывающий комплекс. С нуля выросли города. Яркий пример – Новый Уренгой. В следующем, в 2025-м, наш город будет отмечать 50-летие. Газовая столица России, я всегда говорю, газовая столица мира. Нигде в мире ничего подобного нет. Сегодня добыча свыше 500 миллиардов кубометров газа в год. И можем, конечно, еще больше. То есть такого нет нигде. Это создано лидерами, настоящими героями. Пользуясь тоже возможностью, вас искренне приглашаю в следующем году, в наш юбилейный год, посетить. Мы сейчас большую программу развития ведем с вашей поддержкой. И действительно, город меняется, округ меняется. Губернатор также отметил, что наш регион в пятерке по рождаемости. Добиться такого результата удалось в том числе и благодаря мерам поддержки. Так, Ольга Андреянова из Нового Уренгоя на 8 марта сделала себе ценный подарок. Родила сына Максима. На выписке супругам вручили подарок – коробку малышу Ямала. В ней есть все необходимое для новорожденных. Комплект одежды, в том числе и зимний комбинезон, матрас, пеленки, средства для ухода и многое другое. Такие наборы по инициативе губернатора Дмитрия Артюхова выручают родителям ямальских малышей с 1 июня 2019 года. Отмечу, только в марте в Новом Уренгое на свет появились 40 мальчиков и 18 девочек. Даже не волновалась, полагалась на врачей, которые здесь работают. И все прошло прекрасно и для меня, и, как вы видите, для малыша. Очень хорошие подарки, и бутылочки, и одежда всякая разнообразная. Я думаю, это даже, может быть, по наследству потом перейдет другим малышам. Там не важно, мальчик или девочка родится. Данные роды прошли путем операции кесарево сечения. Произошли 8 марта в 3 часа утра. Ребенок по самочувствию хороший и выписывается с мамой к нашему общему счастью домой. Глава города продолжает встречаться с подростками. К беседе в 7 школе присоединились и родители, и педагоги. Андрей Воронов рассказал о развитии города и перспективах, которые откроются для вернувшихся в Нову Уренгой после окончания университета. В беседу активно включились и сами школьники. Спросили о сроках окончания ремонта в учреждении. По словам Андрея Воронова, процесс мог бы ускориться, но школу пришлось бы на время закрыть. Поэтому в планах закончить все работы в 2025 году. Мы доведем дома эту школу и получим хорошее образовательное учреждение, достойное наших детей. Традиционно школьники просели больше мест для развлечений и отдыха. Это может стать идеей для бизнеса. Развитие Нового Уренгоя открывает широкие перспективы для предпринимателей. Об этом глава города рассказал на заседании первого в этом году Совета по улучшению инвестиционного климата. Вначале присутствующие посмотрели презентацию крупных объектов, которые возведут в ближайшие годы. Андрей Воронов отметил, есть дефицит коммерческих площадей. В новых домах застройщики продемонстрируют помещение под коммерцию. В этом плане бизнесменам стоит обратить внимание на будущий променад. Огромный объект с кучей локаций, где можно вам приложить свою руку, построить свой новый бизнес или внедрить существующий. И над этим уже надо задумываться, потому что все объекты, которые сейчас строятся, вот променад, культурно-досуговый центр, кванториум в северной части города, мини-футбольная арена, школа искусств в южной части города. Во всех объектах, безусловно, будут задействованы вы, ваши команды и предприниматели. Также глава города поблагодарил бизнесменов, которые присоединились к Дню Оленевода. Андрей Воронов отметил, у нас предстоит еще много интересных мероприятий, бизнесу точно будет, где развернуться. Также на совете обсудили работу в прошлом году. Сделано очень много. О комфортном инвестиционном климате свидетельствует число новых предпринимателей и самозанятых. Увеличен объем финансовой поддержки из местного и окружного бюджетов. И представители власти готовы помогать не только деньгами. Мы готовы оказать каждому консультацию, если вы видите. И если вдруг не знаете каких-то поддержек существующих муниципалитетей, не только муниципалитетей в округе, пожалуйста, наши двери открыты в департамент экономики моего бизнеса. То есть мы работаем на одно окно. И стараемся от начало проекта до его завершения. Всех, кто там, включая, с нашими коллегами, здесь ресурсы, и присутствуют тоже на прямом диалоге и включая возникновение проблем в кратчайшие сроки, оказываем помощь. К теме предстоящих выборов президента России. Сегодня территориальные избиркомы передали участковым комиссиям бюллетени для голосования на предстоящих выборах. В течение завтрашнего дня членам комиссии предстоит их поштучно пересчитать. Комиссии получили также защитные марки, которые необходимо наклеить на каждый документ. А также всю необходимую атрибутику – плакаты, флажки, ручки с избирательной символикой. Напомним, голосование на участках будет проходить три дня с 15 по 17 марта. Наши участковые комиссии должны наклеить на каждый избирательный бюллетень защитную марку, так как это выборы федерального значения, и тут используются марки. Также захватывается часть марки, ставится печать участковой комиссии на каждом бюллетене. И ниже ставится подпись двух членов участковой комиссии. Но это кропотливая работа, требуется время. Все избирательные участки и помещения, где будут находиться избирательные бюллетени, с сегодняшнего дня берутся сотрудниками ОМВД под круглосуточную охрану. Синоптики обещают, что уже в ближайшую субботу в Новом Уренгое потеплее до минус 7 градусов. Для любителей прогулок на тюбингах это отличная новость. Эту зимнюю забаву любят не только дети, но и взрослые. А значит, пора напомнить, как точно не стоит на них передвигаться. Ватрушек на улицах мы точно будем встречать еще достаточно, пока с зимой не попрощаемся. Кстати, как это сделать правильно, знают наши Ямалкликовцы. О тюбингах они тоже расскажут. Слово Елизавете Марьенко. Здравствуйте, Ямалклик на связи, а в студии Елизавета Марьенко. Продолжаем совершенствоваться в телепроизводстве и, конечно, в ораторском искусстве. Не удивляйтесь, сегодня я буду пробовать разные подачи информации. Итак, стиль первый, новость первая. Только представьте, погода шепчет в руках тюбинги, вы уже на вершине самой высокой горки. Равнение на спуск, разгон и тюбинг покидает поле видимости вместе с хозяином. Грустно, товарищи. Знакомо? Тогда обратимся к моим коллегам и узнаем, как избежать нежелательных приключений. Если ты, дружище важный и уже совсем большой, ты имеешь личный тюбинг и у друга есть такой, то скорее отправляйтесь, нарушая чужой покой. Правил соблюдать не надо, погонять сойдет и так. Для примера и один нам идеально подойдет. Ты не вздумай дожидаться, когда очередь придет. И на высоченной горке вместе скатывайтесь вниз. Скорость будет идеальна, чтоб куда-то улететь. Ну а если где-то рядом есть прохожий на пути, и, мешая вам кататься, он пытается пройти, не волнуйтесь, не стесняйтесь и катайтесь все равно. И как шар большую кеглю, сбейтесь с ног его скорее. Можешь и перед машиной очень быстро проезжать. На дороге кто быстрее, в догонялки поиграть. Едь куда тебе угодно, наслаждайся торжеством. А водитель будет счастлив, очень резко тормозить. Или, скажем, с лучшим другом вышли вы на променад. Или, скажем, с лучшим другом вышли вы на променад. С важным видом покататься он, конечно, будет рад. Так, разгоняйся без оглядки, на него ты не смотри, ведь намного интереснее все столбы пособирать. Мы, конечно, посмеялись, а теперь давай серьезно. Мы шутили, но отюбинг не для травм, поверьте, создан. В жизни кнопки сохраниться, к сожалению, не найти. Так что все наоборот, выполнять не поленись. И с другими поскорее этой мудростью делись. С этим разобрались, но остался более важный вопрос. Или настоящая тайна? Как бы выглядела масленичная чучела, если бы руку к нему приложили медийщики? Смотрим и запоминаем. Масленица – это праздник, о котором знают все, но, возможно, не все. Но главное, все знают про чучело. И некоторые помнят нашу прекрасную хронию, которая нуждается в небольшой перезагрузке. Чучело всегда видное, красивое, с огоньком. В древности его делали из сена, лоскутов старой ткани и льна. Но сено на Ямале – это дорого. И хронию мы и такое любим. Обновим только наряд. Раньше чучело на масленицу одевали в старые ветхие и рваные костюмы. В современном мире, напротив, чучело нередко украшают богатыми нарядами. От лица тоже стоит отказаться. Масленица богата и на обычаи, и на приметы. Например, нельзя грустить и плакать, чтобы весь следующий год слезы не лить. Не советуют отказывать кому-либо в помощи, скупиться и жадничать. Нельзя в масленицу ссориться, ругаться, конфликтовать, иначе помириться будет очень сложно. Еще запрещалось резать блины ножом и объедаться, несмотря на обилие угощений. А финал знают все. Прощай, зима, и все плохое, что проследовало раньше. Теперь хроник готова к празднику, а мы разобрались во всех тонкостях встречи весны. Остается только праздновать. Пусть у вас в жизни всегда будет только солнце, тепло, радостные известия и хорошее настроение. С праздником! С Масленицей! Главное, что целы и мы, и тюбинги, а чучела наряжены. На этом я закончу. Радуйтесь мелочам, берегите здоровье и традиции. А за подписку всех обняла, приподняла, поставила на место. Целую ваши щечки. Всем пока! Кстати, старшеклассникам вместо прогулок на тюбингах сейчас стоит подумать о предстоящих экзаменах. А пока у ребят еще есть время на подготовку, поменяться с ними местами предлагают родителям. 23 марта на базе 11-й школы и школы имени Карачаева пройдет всероссийская акция «Сдаем вместе. День сдачи ЕГЭ родителями». Задача акции – помочь выпускникам и их близким снять лишнее психологическое напряжение, связанное с подготовкой к итоговой аттестации и поближе познакомиться с процедурой сдачи экзамена. Прежде чем приступить к написанию пробного ЕГЭ, родителям предстоит зарегистрироваться, сдать телефоны и личные вещи, пройти предэкзаменационный контроль и заполнить бланки. Они напишут упрощенную экзаменационную работу по истории, составленную из заданий аналогичных тем, которые будут предложены одиннадцатиклассникам. Для участия нужно до 15 марта подать электронную заявку на сайте акции. Завершился образовательный форум «Новуренгой» – газовой столицы России. Он собрал около 500 школьников, педагогов и экспертов. На протяжении двух дней они защищали свои научные проекты, слушали лекции и дискутировали. Напомню, в рамках форума прошли конкурсы имени Владимира Вернацкого. Лучших ребят наградили в 17-й школе. Теперь лауреаты научных состязаний примут участие во всероссийском этапе. Это 17 ребят со всего Ямала. Среди них и навуренгойц Максим Бежицких. Прошлым летом он и другие подростки из детско-экологической станции съездили в научно-исследовательскую экспедицию. Они установили искусственные гнезда для птиц на Ямбургском месторождении. Верщит его на победу. И я примерно представляю, что таких работ серьезных будет немного. Что было затрачено очень много ресурсов, очень много времени, сил. Я почти все лето провел над проектом, работой. Мы занимались изучением птиц и кречета и устанавливали для них искусственные гнезда. Кречет – это самый редкий вид соколов. Он находится на грани вымирания. И его популяцию нужно поддержать. Теперь можно отследить весь путь углеводородов от скважины до конечного потребителя в музейно-образовательном комплексе «Аркториум». Этому посвящена новая экспедиция. Проект был запущен на гранд-компании «Газпромдобыча Уренго». И он начинался как экскурс в историю Ямала. Новая выставка – это взгляд на мощный нефтегазодобывающий комплекс округа. Современных детей ничем не удивить. Однако у экспозиции «Аркториума» есть сюрпризы для поколения «Альфа». Я смотрела в очки, я увидела там корабль, он был красный, и там все было во льду и в снегу. Современные технологии очень быстро развиваются, и тому подтверждение как раз-таки виртуальная реальность. Коммерсивные технологии позволяют нашим ребятам, посетителям музея, окунуться и побывать в тех местах, где они физически находиться не могут. Несколько лет назад проект Академии талантов «Аркториум» получил грант «Газпромдобыча Уренгой» за то, что во всем многообразии показал культуру коренных народов Крайнего Севера. Сегодня проект развивается, расширяется. «Газпромдобыча Уренгой» изначально поддержал нас в конкурсе грантовых социальных проектов. Мы решили, что идея промышленного развития нашего региона, и в частности муниципалитета, и наших знаменитых газодобывающих предприятий, это немаловажно для детей. Новый Уренгой позиционируется как газовая столица России. Это, конечно, очевидная вещь об окружении в эту тему. И получение новых знаний – это порой путь к выстраиванию своей будущей карьеры. Новая экспозиция музейно-образовательного проекта «Аркториум» называется «Газ от скважины до потребителя». Работники Академии талантов кинули клич по многим предприятиям города и благодаря совместной работе смогли собрать порядка 150 экспонатов. Руководство «Газпромдобычу Уренгой» выделило для музея спецодежду, различные инструменты, а также видеоматериалы для стендов. Получилась интересная, многограммная, интерактивная выставка. Современные музеи часто предлагают своим посетителям различные интерактивы. «Аркториум» не исключение. Например, здесь можно превратить грубую силу в электричество. Экспозиция «Газ от скважин до потребителя» будет работать в «Аркториуме» до сентября. Перед днем города и праздником газодобычников и нефтяников руководство музейно-образовательного проекта планирует удивить горожан и гостей новыми экспонатами выставки. Медиапроект «Первый Уренгойский» специально для информационного агентства «Импульс Севера». На этом у меня все новости. Оставайтесь с «Импульсом» и до встречи в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok